я рад вас приветствовать нашем канале и сегодня у нас на обзоре необычный мотоцикл эндуро но его нельзя назвать таким хард эндуро или просто эндуро это скорее всего такой софт эндуро мотоцикл который называется адвентура путешественник давайте посмотрим на него ну и все наверное интересно почему я его назвал софт эндуро мотоциклом у нас на самом деле в продаже есть как хард эндуро мотоциклы которые такие более кроссовые спортивные есть классические эндуро которые можно ездить по дорогам общего пользования то есть по препятствиям почему-то еще ездить и вот теперь у нас появился но у нас уже был в продаже его теперь снова появился такой вот софт эндуро почему софт во первых это полноценная сидушка двухместная еще разноуровнево то есть можно здесь как спокойно вам сидеть за скажем так рулем этого мотоцикла сзади соответственно может есть у вас пассажир второе это нормальный руль с нормальным хватом то есть удобный все как бы да но то же самое присутствуют элементы эндуро мотоцикла это защита третье здесь стоит вот такой вот ветровой щиток который отсекает какие-то летящие когда вы двигаетесь по трассе летящие камешки пыль песок с дороги третье это ходы подвески мы вам пониже их видео покажем посмотрим как работает передняя работает задняя подвеска четвертое у этого мотоцикла есть птс то есть вы спокойно можете его поставить на учет и без проблем ездить не только по пересеченной какой-то месте по каким-то лесным дорожкам там по по тропам скажем тогда но и имея скажем так номерной знак документ на него вкручить сюда два зеркала правое левое которые статьи есть комплекте и спокойно можете передвигаться по дорогам общего пользования также для этих целей у вас есть фара головного света с ближним с дальним светом да она обычная галогеновая но сейчас на рынке в любом регионе представлены компании которые занимаются установкой билет линз вы сюда и оставите там в киеве там 35 тысяч рублей и у вас обалденный свет у которых даже нет пожалуй у именитых брендов немецких и японских что еще качество данного цикла если мы посмотрим сюда это изготовление пластиковые детали всех как они подобно как они сделаны то есть отношение деталям китайцев начала наконец-то меняться то есть даже вот элементарный ветровой щиток сделан из прозрачного карбоглаза до стекла то есть вот все вот эти элементы как выполнены ручки защита ручек она тоже пластик но он такой довольно крепкий прочный все вот эти элементы они сделаны визуально очень красиво мотоцикл выполнен в простой цветовой гамме то есть он белого цвета бак черное крыло пластик черный вот такие вот ручки для пассажира они металлические но снаружи их нанесен нанесено какое-то покрытие такое резина пластиковая такое интересное необычно я такого не встречал еще ни на одном мотоцикле сзади есть вот такой багажник небольшой куда вы можете закрепить какой-то кофр где-то если вы поехали естественно боковые повторители поворотов подсветка номера также через такой вот отсек для инструмента кого-то бы простого там какие-то ключики положить отвертки мало ли что дороге может вам пригодится он закрывается такой резиночкой она здесь будет если мы пойдем в техническую часть данного мотоцикла что мы здесь видим здесь мы видим большие довольно таки большие специальные передние задние колеса передняя у нас колесо значит посмотрим какого она радиуса 21 если правильно помню до 21 радиус 80 на 100 на 21 колесо соответственно точно так же здесь стоит передний 2 2 поршневой дисковый тормоз с таким вот развитым диском тормозным защиты пера вилки вилка у нас есть перевернутая вот так вот высоко сделано крыло по спортивному переходя к двигателю мы видим вот такую защиту двигателя куда-то вы будете где-то прыгать чтобы могли проехать его двигатель здесь хорошо знакомый 250 кубических сантиметров 169 fm с воздушным охлаждением двигатель покрашен такой интересный бронзовый матовый цвет коробка передач механическая пятиступенчатая вот лапка переключения передач вот такие вот складные подложки что водителя что пассажира вот такая вот боковая подставка довольно таки высокая здесь мы видим бензокран стартер электрический также на данном мотоцикле с правой стороны у нас есть кик стартер для ручной заводки данного мотоцикла двигаясь к задней части мы точно также видим вот такой вот 18 колесо размером 110 на 100 на 18 вот такая задняя ведомая звезда цепь она здесь стоит 520 тоже видите звезда такая усиленная мощная натяжка цепи делается вот таким вот простым незамысловатым способом точно также сзади стоит давайте перейдем на эту сторону направо перекатим ножка мотоцикл точно также сзади у нас стоит двухпоршневый гидравлический дисковый тормоз вот с таким тормозным диском развитым такие же складные подножки эти вот ножник скажем так задний тормоз с выносным бачком вот таким и тут же у нас расположена баночка выхлопной трубы она сделана нормальном черном красивом цвете дышала не выделяется никак мотоцикл такой строгого дизайна сказал но интересный вот лапка ножка кикстартера мотоцикл легко заводится вот счет а карбюратор когда-то стоит pz30 можете посмотреть то есть его более чем достаточно для этого двигателя двигатель с ним работают хорошо плавно приятно где-нибудь прикрепим видео летние обзоры данного данного мотоцикла послушайте как он работает как на нем катается сегодня холодно мы его заводить не будем по снегу ездить не будем сзади стоит обычный моноамортизатор с регулировкой вот там он установлен вот такой пыльничек у него здесь есть чтобы защищать его от грязи летящего летящий заднего колеса давайте посмотрим панель приборов как всегда по классике то есть панель приборов у нас электронная на ней располагается электронный тахометр спидометр здесь вот будет показатель суточного пробега ядометр и также индикатор включенной передачи то есть 1 2 3 4 5 вас включена замок зажигания с простыми ключами никаких сигналов ничего здесь нет включили завели слева соответственно у нас классический пульт на котором есть кнопка для включения гудка погудеть скажем так захотели кому-то там кнопка переключения с ближнего на дальний включение поворотника правого левого включения габаритов ближнего света ну и blinker как всегда по классике то есть кого-то выгнать дороге с правой стороны у нас расположена глушилка двигателя вот таким вот интересным образом у нас сделано в первый раз искать такое вижу и кнопка запуска двигателя здесь же чуть повыше расположена такое ощущение что тут краткоходная ручка газа но вот я к сожалению не знаю может комментариях видео потом посмотрим допишем но и все по классике сцепление тормоз вот здесь еще есть вот такой вот бойничек когда вы будете допрыгать мало ли что чтобы нижним части шлема приложиться не в железячку в такую мягенькую накладочку ну и крышка бензобака ну и какой вывод можно сделать я нам катался только летом зимой на ним не катался врать не буду как он себя ведет ну а в целом почему софт эндуро сейчас наверное появился на рынке да то есть есть люди которые реально дубасят по бездорожью по каким-то трассам то есть там получают какое-то свое удовольствие да у нас тоже есть такие мотоцикла в продаже например x-modus 250 вот есть мотоцикл чисто эндуро которые тоже представлены в нашей нашего ассортименте можете ознакомиться на нашем сайте а вот теперь у нас появился вот такой вот софт эндуро мотоцикл давайте я покажу как я со своим ростом метр семьдесят пять смотрю что нему посмотрите запас по сиденью сзади как вообще целом располагается райдер на данном мотоцикле ну вот смотрите рост метра 75 я в принципе стою на цыпочках вот не не всегда вот это нравится но в целом видно что запас по месту есть то есть данный мотоцикл от роста наверное метр семьдесят пять и выше он будет более полезен высоким людям понятен приятен скажем так и еще смотрите коммент немаловажный если вы ездите на hard эндуро данных на таких спортах скажем так вы в основном всегда стоите на ногах ну сейчас не получится показать поймать равновесие и у вас ноги дополнительно являются амортизаторами да и поэтому соответственно на жестких эндуро там подвеска довольно жесткая зажатая ходы минимальная на данном же мотоцикле вот можете посмотреть ход задней подвески еще там бросим подножку вот видите то есть довольно ты спокойно можешь сидеть ехать по каким-то неровностям мотоцикл будет легко и проходить не пробивая тебе скажем так спину и позвоночник у тебя не высыпется там ваши штаны посмотрим давайте подвеску работу передней подвески то есть видите довольно таки энергоемко находит ходов принципе более чем достаточно для данного аппарата давайте я попробую еще попрошу нашего оператора измерительный инструмент рулеточку и мы вам покажем какая все-таки высота по седлу у данного мотоцикла у нас есть обычная классическая рулетка вот мотоцикл находится в рабочем состоянии если мы сюда посмотрим то высота по седлу составляет примерно 935 миллиметров еще раз чтобы наглядно видно вам примерно 935 от подножки высота по седлу у нас составляет 470 миллиметров это мы все говорим для райдера саму все-таки по рулю высота 1100 пожалуйста давайте я вам еще немножко расскажу про этот двигатель двигатель здесь нижневальный балансированный валом двигатель работает ровно хорошо за счет того что нету звезды цепи грм некоторые данный двигатель очень хорошо я с низов что нам это дает то есть где-то вы едете по какой-то пересеченной местности по легкому бездорожью даже просто где-то в городе толкаетесь на данном мотоцикле вы легко включили там первую вторую передачу и мотоцикл вас без проблем там с 1000 1200 оборотов легко трогается не дергается и на там постоянно подгазовывать он спокойно спокойно выезжает и едет чем это хорошо то есть это легко можно провести данный мотоцикл где-то там где-то вы застряли то есть вы взяли поставили его рядом с собой включили первую передачу тихонечко сцеплением играет сцеплением тихонечко газом спокойно ряда с мотоциклом прошли и преодолели практически любую непролазную если не можете сами проехать на мотоцикле какое-то препятствие бездорожье либо что-то еще вот а теперь наверное будем закругляться то что все таки прохладно у нас уже вечере от темнеет и на финалке я вам хочу рассказать чем же интересен данный мотоцикл как лично для меня ну и может быть будет он интересен вам если мы сейчас посмотрим на рынок техники которая на сегодняшний день представлена у нас на рынке но на нашем нашем магазине скажем тогда еще нашем рынке в целом по россии то у нас есть как я уже сказал три вида мотоциклов это жесткие спорты hard эндуро скажем тогда которые там используются вами для езды там по каким-то трассам пересеченной местностью по прыжкам и всего остального когда вам 18-25 лет возможно вам это интересно когда вам больше 25 до 35 вы соответственно уже хотите чтобы подвеска была чуть помягче мотоцикл был чуть поинтересней чтобы у вас была какая-то уверенность что вы с ним спокойно будете дружить ездить и грубо говоря он вам будет доставлять определенное удовольствие ну и соответственно для тех кто уже в принципе не планирует съезжать на бездорожье либо какие-то на какие-то лесные тропы и куда то еще те уже покупают просто эндуро ездит по городу и чувствуют себя ну такими покорителями бездорожья и там когда никогда в жизни не съезжали с дорог но это то же самое для тех людей которые покупают большие машины джипы ездят основном по городу а вот на сегодняшний день на 12 января данный мотоцикл стоит около 130 тысяч рублей что вы получаете за эти деньги вы получаете большие колеса хорошая подвеска с большими ходами полноценное двухместное седло 250 двигатель хороший объемный бак ну и мотоцикл который можно поставить на учет ездить в нем как по бездорожью так и в городе ну и наверное это будем заканчивать всем пока до новых встреч ах да и как всегда по нашей традиции когда я снимаю ролики мы запишем послесловие многие скажут а чё же мотоцикл непонятно какой-то адвентуры потушит путешественник туда-сюда и типа никто не знает вот я приеду с ребятами в компании кататься они катаются там на кая на авантисе там еще какие-то бренды используют грубо говоря да а я приеду на ком-то адвенча мотоцикле но ребят давайте смотреть правде в глаза у кого-то есть iphone вот у меня допустим я пользуюсь телефоном one plus да то есть в телефон ничуть не хуже по характеристикам чем этот iphone да грубо говоря стоит на порядок дешевле скажем так вот тут тоже самое первое да вы высоко навели в цене второе качество и изготовление данного цикла все его технические характеристики ничем не уступают более именитым брендом но вы не платите соответственно за бренд второе вы получаете необычный мотоцикл то есть ну грубо говоря вы приехали кататься там порядка пяти семи мотоциклов у большинства будет авантис две штуки у кого-то будет к я еще две штуки и кто-то приедет там начнем японском а вы приедете на адвенчуры ну и как вы будете смотреться компании ребят у вас такого нет эксклюзив какой-никакой так что вот первый плюс как минус который можно самосмело перевести на плюс второй момент многие спросят сейчас на большинство современных мотоциклов уже ставят диодную фару ребят без проблем давайте поставим сюда диодную фару которая добавит стоимости еще несколько там 3-5 тысяч рублей но как я сказал в ролике ниже сейчас без проблем любом городе можно поставить билет линзу диодную которая будет стоить примерно те же деньги но свет будет кардинально другой и вообще вот ну реально заводской свет таким не будет то есть соответственно минус который снова превратился в плюс вот третий момент многие скажут ты топишь за большое удобное седло еще и двухуровневая да я каюсь и буду буду грешен да я тоже люблю кататься один я не люблю когда сзади садится кто-нибудь там ко мне и поехали со мной да и такая красивая хрупкая барышня без проблем но если твой друг поехали с собой ну как то вот мне уже не хочется кататься с друзьями у каждого должен быть свой мотоцикл и каждый должен кататься но бывают ситуации когда надо кого-то довести соответственно если у вас обычный красавица хард эндуро вот таким вот узким седлом вы постоянно идите на ногах никого в зале не посадите здесь же у вас есть возможность какая-никакая кого-то посадить и довести снова минус который стал плюсом вот я думаю что из любой ситуации из любого из любого скажем так из какой-то ситуации которые вы вошли любой минус который вы на себе нарисовали всегда можно превратить в плюс и поэтому давайте в этом году будем не искать минусы а если даже мы их нашли мы будем их превращать в плюсы всем пока